В эфире программа «В поисках семейного счастья». В бурном океане семейной жизни супругов обычно подстерегают много подводных рифов. Чтобы их заранее успешно обойти, о них необходимо знать. Как строить гармоничные отношения в семье? Как относиться к особенностям характера и недостаткам друг друга? Как решать конфликты и разногласия? Как преодолевать проблемы, находить компромиссы и в итоге строить счастливый брак? В поисках ответов на эти и другие вопросы, а также в поисках эффективных стратегий счастливого партнерства, программы данного цикла будут рассматривать обобщенный опыт семейных пар и практические наработки исследователей в области семейных отношений. В вводной части мы рассмотрим ряд актуальных вопросов. Что такое брак и семья? В чем ценность семейных отношений? Каковы функции семьи? Какие факторы влияют на удовлетворенность бракам? Какие бывают типы семей? Какие существуют фазы жизненного цикла семьи? Мы также рассмотрим, как классифицируются семейные кризисы, и поговорим о важности фактора обучения. В самом начале важно сформулировать определение. Что есть семья и брак? Брак – это осознанное решение двух сердец соединить свои жизни и скрепить свой союз на добровольной основе. Библейское определение семьи выражено в тексте Священного Писания. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Современные негативные тенденции склонны рассматривать брак как свободные отношения, которые не скреплены печатью в паспорте. К сожалению, браком и семьей также называют сегодня и однополые отношения. В связи с этим важно отметить, в Конституции многих стран под официальным браком понимается только брак, который зарегистрирован в государственных органах. Понятие брака также подразумевает моногамный пожизненный союз между мужчиной и женщиной. Согласно библейскому тексту, институт брака был учрежден Богом в самом начале и получил подтверждение через Иисуса Христа. Важно затронуть вопрос ценности семьи и брака. Нередко значимость и необходимость семейных отношений недооценивается. В связи с этим некоторые не торопятся или вовсе отказываются вступать в брак. Какое место в жизни занимает семья и брак? Почему семья и семейные отношения являются одной из самых важных ценностей? Результаты многих исследований при опросе показывали. Молодые люди на первое место чаще всего ставили крепкую семью и уже потом материальные и другие ценности. В одной из книг христианской писательницы Лены Уайт говорится, «Уделом человека не должно было быть одиночества. Нечарующие пейзажи Эдема, недоставляющая радость работа в саду не могли сделать человека вполне счастливым. Без спутника жизни не могли быть удовлетворены потребности человеческой души в сочувствии и дружбе. Сам Бог дал Адаму, друга жизни, соответственного ему, друга достойного его дружбы, любви и симпатии». Значение семьи в жизни отдельного человека и общества невозможно переоценить. Семья – главное, что человек создает в своей жизни. Семья – главный источник личности, убежище и фундамент. Она является фактором счастья, благополучия, формирования гармоничной личности. В семье люди живут, развиваются, преодолевают невзгоды, болезни, получают поддержку и чувствуют себя счастливыми и защищенными. Без семьи человек становится одиноким. Одна из самых глубоких потребностей человека – вырваться из плена одиночества. Отсюда и возникает чувство незаменимости семьи. А когда семья распадается, возникает горечь утраты и сожаление об этом. Иоанн Златоуст однажды писал, «Тот, кто не соединен узами брака, не представляет собой целого, а лишь половину. Мужчина и женщина – не два человека, а один. Благодаря браку супруги являются руками, ушами и ногами друг для друга. Гармоничный брак дает двойную силу, общие заботы уменьшают затруднения, а общие радости становятся приятнее». Сурожский писал, «Брак – это чудо на земле, в мире, где все идет в разброд. Брак – это место, где два человека становятся едиными. Жить врозь, – писал Сурожский, – мучительно, тяжело, а жить вместе – легко и привычно. Брак является чудом восстановления единства там, где оно не может быть восстановлено человеческими силами». Редактор субтитров А.Семкин